Здравствуйте! Вы смотрите самую спортивную программу телерадио компании «Вектор» и я, ведущий Павел Науменко. И сегодня в эфире. Начнем программу со спортивного дайджеста. Здоровый образ жизни – это не только упорные тренировки, но и правильное питание. О нем мы и поговорим с врачом по медицинской профилактике. Бронза на чемпионате России. В Воронеже атлетка спортивной школы Олимпийского резерва «Фортуна» Динара Фахреддинова завоевала третье место в соревнованиях по скалолазанию в дисциплине «Лазанье на трудность». В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из 22 регионов России. Мы поздравляем спортсменку и ее тренера Вячеслава Ляшева. Желаем дальнейших спортивных побед и успехов. В Губкинском прошли сразу два соревнования по скалолазанию. Это открытое первенство города и спартакиада учащихся Ямала. Отметим, впервые скалодром спортивной школы Арктика встретил более 180 участников. Атлеты соревновались в двух дисциплинах – трудность и скорость. Во всех направлениях равных нашим спортсменам не было. Вот именно в категории трудности для меня конкуренция не очень высока и трассы были довольно-таки легкие, потому что у меня основной вид – это вот трудность. Сначала не думала, что пробегу за такое время, но потом я как-то поверила в себя и пробежала. По итогам соревнований губкинские скалолазы завоевали 34 медали, 11 из которых – высшие пробы. Таким образом, наша сборная заняла первую ступень пьедестала в общекомандном зачете. Поздравляем спортсменов и их тренеров. Желаем новых побед и новых рекордов. Пока скалолазы отстаивали честь города на домашнем скалодроме, губкинские самбисты завоевывали медали на чужом борцовском ковре. В новом Уренгое во дворце спорта «Звездный» прошли региональные соревнования Кубок Федерации спортивного и боевого самбо среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения. По результатам соревнований губкинские самбисты принесли в копилку губкинских спортсменов 8 медалей, 3 из которых – высшие пробы. Поздравляем спортсменов и их тренеров – Ивана Мариненкова и Руслана Жусупова. Желаем дальнейших спортивных побед и новых достижений. В Губкинском завершилось открытое первенство по боксу на призы главы города. На этот раз участие в соревнованиях приняли около 70 спортсменов от 8 до 13 лет. Из Губкинского, Ноябрьска, Таркасале, поселков Пангады и Карачаева. Всего на соревнованиях было разыграно 18 комплектов наград. Пришел поддержать губкинских боксеров и глава города. Смотрю уже третий бой, куча эмоций. Видно, что ребята очень хорошо подготовились. Вроде бы как внутри муниципальное у нас состязание, соревнование. Но при этом приехали ребята из Кмау, из Таркасале, из Карачаева, из Ноябрьска. Видно, что есть хорошая конкуренция, значит есть возможность показать себя. Сам турнир длился на протяжении двух дней. Первые прошли предварительные бои, они и определили претендентов на золото первенства. Финальные встречи состоялись во второй день. По итогам боксерских поединков губкинские бойцы завоевали 17 медалей, 7 из которых в высшей пробы. Друзья, как вы помните, в прошлой программе мы встречались с психологом городской больницы и общались с ней о том, как же человеку, вступившему на путь здорового образа жизни, справиться с психологическим срывом и продолжить, так сказать, добиваться своих поставленных целей. Сегодня же мы будем говорить с врачом по медицинской профилактике. И что самое важное, будем говорить о правильном питании. При переходе на правильное питание, вот с чего лучше начинать? Первое, что бы я рекомендовала, это исключить такие продукты из рациона, как фастфуд, майонез, кондитерские изделия, это пирожные, торты, конфетки, печеньки. Также мясо жирных сортов, например, свинина, баранина, копчености. Но здесь все зависит еще от калорийности этих продуктов, потому что майонез, например, калорийность на 100 грамм около 4,67 калорий. Это очень много. Если сравнивать со сметаной, например, то там будет около 120. Также необходимо знать щадящие методы кулинарной обработки пищи. Это варка на пару, пассирование, тушение, запекание. И необходимо также разбираться в балансе БЖУ. БЖУ – это у нас белки, жиры, углеводы. Хотелось бы остановиться подробнее на белках, жирах, углеводах. Белки – это основной строительный материал, поэтому необходимо употреблять их в достаточное количество. Основными источниками белка являются красная рыба, белая рыба, мясо. К мясу можно отнести кролика, диетическое мясо, индейка, курица. Можно также говядину использовать. Можно также использовать источником белка – это яйца, особенно белок, кальмары, креветки, например. Далее хотелось бы отметить про жиры. Жиры у нас бывают полезные и неполезные. Неполезные жиры – это транжиры, которые как раз-таки у нас откладываются на бедрах и животе. И вызывают такие заболевания, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, ну и даже некоторые виды онкологии. В Всемирной организации здравоохранения норма транжиров разрешена – это 4 грамма. Для сравнения, например, фастфуд – это картофель фри, то есть там содержится уже 7 грамм транжиров. В Дании, например, транжиры уже запрещены около 20 лет, и риск сердечно-сосудистых заболеваний там уменьшился на 60%. Как распознать транжиры? Я бы рекомендовала смотреть на этикетки продуктов. И если вы видите в составе такое, как растительный жир, фритюрные жиры, спред, маргарин, например, то такие продукты лучше не покупать. В каких продуктах это чаще всего содержится? Это практически все кондитерские изделия. Все полуфабрикаты – это пельмени, вареники, которые у нас продаются. Это для дешевизны, чтобы удешевить продукты, используются как раз-таки в составе вот эти транжиры. Поэтому эти продукты лучше готовить самим. Углеводы – это основной источник нашей энергии, поэтому углеводы тоже нужно употреблять. Основными источниками углеводов являются – это вот как раз-таки макароны, подчеркну именно твердых сортов пшеницы, рис, булгур и, естественно, овощи все. То есть это у нас огурцы, помидоры, болгарский перец, все фрукты туда же относятся, апельсины, мандарины, яблоки. Есть вот одно распространенное утверждение, что в день человеку нужно употреблять 2 литра воды. Так ли это? Или это же все-таки миф? Норма воды на каждого человека рассчитывается индивидуально. Это 30 мл на килограмм массы тела. То есть, если, например, ваш вес 60 кг, то ваша норма – это литр 800 мл. Если ваш вес 70, например, до килограмм, то ваша норма – это 2 литра 100 мл и так далее. Верхней границы нормы воды не существует. То есть можно пить большое количество жидкости. То есть верхней границы нормы нет. Но нужно знать, что большое количество заража жидкости все-таки не рекомендуется, потому что наши почки, это большая нагрузка на почки именно, потому что они из почки фильтруют около литра жидкости за час. А вот сколько раз в день нужно есть? Идеально – это, конечно, 5-разовое питание. Например, которое включает в себя обязательно завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Немножко тоже разберем подробнее, что включает в себя завтрак. Завтрак – это основной обильный прием пищи, который должен включать в себя сложные углеводы, потому что это источник энергии на весь день. Второй завтрак у нас включает в себя полезные жиры. Это как раз-таки орехи, например, либо оливки, маслины. Можно даже ложечку маленькую использовать растительного нерафинированного масла, например, либо оливкового. И также должен включать в себя клетчатку. Можно даже использовать какой-то фрукт, например, апельсин. Можно, например, ягоды какие-то, какие любите, да, вот клубничку. Можно даже банан использовать, то есть что нравится. Обед тоже у нас важный прием пищи, мы его не пропускаем. Он состоит у нас, должен состоять из сложных углеводов. Это макароны, например, также рис, гречка, булгур, то есть различная крупа. Полдник – это у нас прием пищи между обедом и ужином. Он у нас обычно состоит из белка, например, творог. Можно консервированный тунец в собственном соку. Либо сделать тоже бутерброды с соленой красной рыбой. И ужин – это тоже важный прием пищи, который пропускать не рекомендуется. Идеальный ужин – это у нас клетчатка и белок. Клетчатка, я повторялась, выше – это овощи. А белок – это у нас, например, рыба либо мясо. Альбина Евгеньевна, а вот такой вот момент. Когда многие начинают переходить на правильное питание, почему-то себе берут за установку «после шести не ем». Так ли это? Правильно ли они это делают? Да, то есть после шести можно есть. Идеально это за три часа до сна. То есть если вы ложитесь спать в девять, то, конечно, можете покушать в шесть. Если ложитесь в десять, то в семь. Ну и так далее. Что делать, если постоянно тянет на сладкое? И чем же можно все-таки заменить вот эти конфетки, булочки, чтобы, во-первых, было не сильно калорийно, но и, так скажем, удовольствие от этого получить без повышения веса? Ну, как я и говорила ранее, то есть любым продуктом можно найти замену. Например, вы можете тот же сахар заменить на сахзам. Он имеет ноль калорий. Те же самые сладости вы можете приготовить на сахзаме, то есть заменить сахар. Можно, если готовить лень или некогда, можно заменить продуктами из магазина. Например, купить горький шоколад 75% какао, либо использовать, если любители, конечно, молочного шоколада, можно купить шоколад «Победа», например, без сахара, либо батончики «Бомбар». Они протеиновые батончики, они за счет как раз-таки белка. То есть, если рассмотреть состав, там есть белки, жиры, углеводы. У нас обычные сладости – это как раз-таки углеводы, а там за счет преобладания белка. То есть, это в основном белковый продукт. Как определить свой идеальный вес и каким он должен быть? Мы используем шкалу для определения индекса массы тела, для экономии как раз-таки времени. Это для нас. А так можно, конечно, это все посчитать на калькуляторы. Вот, например, рост 170, вес 90. То есть, мы смотрим индекс массы тела – это 31. Это уже ожирение первой степени. Я тут написала, что какие у нас границы есть, да, вот, что норма, да, то есть, это идеальная масса тела – это 18,5 и 24,9. То есть, если ваш вес входит в этот диапазон, то считается, это норма. Если до 29,9 – это избыточная масса тела, все, что выше 30 – это уже ожирение. Как рассчитать правильно свои калории, которые нужно употреблять в день? За питанием следить очень важно, потому что есть такая у нас суточная калорийность, например, да, вот для каждого она своя, индивидуальная, и если просто кушать больше, чем ваша норма, то вы будете переедать, и у вас будет лишний вес. Если будете кушать меньше, у вас будет дефицит калорий, вы будете худеть. То есть, обязательно нужно, конечно, норму свою кушать. То есть, должно быть потребление калорий равно расходу энергии. И обязательно знать, что такое белки, жиры, углеводы, разбираться, что это. Обязательно, чтобы меню было сбалансированным, потому что от белков и жиров углеводов зависит наша кожа, наши волосы, наши ногти, ну и, естественно, внутреннее здоровье, то есть функционирование всех жизненных процессов. Друзья, на этом у меня все, и программу хотелось бы закончить цитатой знаменитого французского спортивного и общественного деятеля Пьера де Купертена. Он сказал, спорт – это возможный источник самосовершенствования для каждого человека. Поэтому, друзья, занимайтесь спортом, самосовершенствуйтесь, а, как известно, совершенству нет предела. С вами был Павел Науменко. Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин